К другим темам. Отношения России и Китая вышли на особый уровень и начали приносить плоды экономикам двух стран и людям, которые в них живут. Это оценка премьер-министра России Дмитрия Медведева по итогам визита в КНР. Только сегодня подписано 33 документа, в том числе по совместным проектам в сельском хозяйстве и энергетике. Продолжается работа по строительству газопровода по восточному и западному маршрутам. Дмитрий Медведев сообщил также о новых проектах, связанных с новыми видами энергоносителей и освоением новых рынков. Наш специальный корреспондент Александр Бутухов следил за всеми событиями в Поднебесной. Свой четырехдневный визит в Китай Дмитрий Медведев завершил в Пекине. Сначала возложил цветы к памятнику народным героям на площади Тиняньмынь, а затем отправился в правительство. Встреча двух премьеров началась под государственные гимны России и Китая. За время визита со своим коллегой, премьером Государственного совета КНР Ликицяном, Дмитрий Медведев видится уже второй раз. Состав российской делегации на этой встрече весьма внушительный. Практически весь кабинет министров и представители крупнейшего бизнеса страны. И у каждого свои многомиллиардные проекты с Китаем. Мы вышли на подписание соглашения с Госбанком развития Китая, который предполагает выделение внешнему банку кредита в размере 10 миллиардов юаней под весьма льготную процентную ставку и условия. Кредит предоставляется на пять лет и мы намереваемся использовать эти средства для финансирования соответствующих проектов, большинство из которых входит в перечень проектов китайско-российского инвестиционного сотрудничества. Такие встречи глав правительств России и КНР проходят раз в году. И это юбилейное, 20-е по счету и весьма продуктивное. Было подписано свыше 30 документов о сотрудничестве в экономической сфере. В частности, Россия и Китай договорились, что совместно будут развивать 9 высокотехнологичных проектов в таких областях, как индустрия на наносители или новые материалы. Помимо этого продолжится работа в сфере атомной промышленности и авиастроения. В проекте создание нового дальнемагистрального гражданского самолета и тяжелого вертолета. Развитие отношений между нашими странами действительно приобрело характер особого уровня. Это отношение стратегического партнерства и взаимодействия. И это пронизывало работу правительств наших государств на протяжении последнего года. Диалог между нашими правительствами идет очень интенсивно. Все коллеги регулярно общаются. Мы наращиваем наше сотрудничество и не будем на этом останавливаться, поскольку надеемся, что российско-китайское партнерство выведет экономику Китая на новый уровень. За последние 15 лет объем торговли между Китаем и Россией увеличился в 10 раз. И по итогам сегодняшнего заседания обе стороны еще раз подтвердили свое желание к 2020 году эти показатели еще улучшить до уровня в 200 миллиардов долларов. Этот четырехдневный визит Дмитрия Медведева в Китай получился очень насыщенный. За эти дни глава правительства побывал в трех городах, где принял участие в заседании ШОС и во всемирной конференции по вопросам интернета. Эта поездка еще раз доказала, что и для России, и для Китая развитие и углубление отношений остается стратегической задачей. Александр Бутухов, Дмитрий Белов и Николай Волков. Первый канал. Китай. Субтитры создавал DimaTorzok